МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Народ и власть. В студии работает Шудин Сейдов. Здравствуйте. Как мы сегодня и обещали, у нас в гостях Рашид Манбаев, он же Аким Альфа-Арабийского района. Если у вас есть вопросы касательно развития Альфа-Арабийского района, если есть какие-то проблемные, кто не может достучаться до Акимата, вот сам глава района здесь, в студии. Вот, видите, Маша. И готов ответить на все вопросы и проблемные, правильно? Не будем убирать вопросы, будем читать. Хорошо, без проблем. Вот. Звоните, уважаемые телезрители, 21-44-50. Номера телефона вы видите на экране своих телевизоров. Пишите на наш WhatsApp. Мы сейчас встречаем в прямом эфире на официальном аккаунте в Instagram. Там тоже можете комментировать. Обязательно глава района ответит на все вопросы. Итак, Рашид Манбаев, скажите, пожалуйста, прошли дожди. Наш телефон был, на самом деле, разрывался от того, что писали. Вот здесь течет, вот здесь ирригационная система. Как у вас в районе? В целом по городу у нас создан штаб по очистке, по контролю ирригационных систем. Управлением природопользования круглосуточно работала целая бригада. От Альфа-Рабицкого района тоже создана бригада. У нас работала дежурстве. На Казахстане? У нас работала целая бригада. Жалпы 90 көшесінде ирригациялы арықтарыма қамтылған ирригациялы арықтар тұрақты ағып, негізнем нау қарасу мен құшқара төрі өзендеріне бағытталу отырады. Және де мұнау өзеріңіз білестер, көктемдегі нөсер жаңын салдарынан біздер талдау жұмыстарын жүргізіп, жалпы белғы жылда 24 көшеге ирригациялы арықтарын салу жұмыстарын жүргіздік. Қазіріктіңді бұл жұмыстар 90% аяқталды. Салға сөйлем мүлтегауданда 7 көшеге, Қазір өзінді мүлтегауданда 6 көшеге, өзінді нәл тұсұңды Қазірmez өзісағымдар. Жүйе өзінділің сылы таңғына алдырналатым ғой Statik оғдарда онл ғыйырақтарын жүл детің. Қазір өзіндің мүлтегауданда, өзіңді мүлтегауданда delion ғиырақтарын арқы арайықтарынhma pouquinho. Қазірмесット. Я отвечаю на этот вопрос. В этом году у нас было запланировано проведение ирригационных систем в 24 улицах Альфа-Рибском районе, только по Альфа-Рибском району. Сейчас работает 90% законченный. Наибольшей проблемной точкой были у нас микрорайоны Савлея, микрорайоны Изабадам, которые сейчас положительные вопросы решились. Кроме того, у нас создан штаб в Альфа-Рибском районе, в котором дежурят сотрудники коммунальных служб. В них у нас 5 КАМАЗов, 7 мотопомп и около 30 человек. Дождливые погоды проводят дежурство. В основном мы контролируем центральных улиц. Это у нас магистральные улицы Кунаева, Тавкюхана, Дулати, Хазвикпи. Вот такие магистральные улицы. Также улицы Рыскулова. Также у нас имеется несколько развязок. Это новая развязка у нас Кунаева, Рыскулова. Также в микрорайоне Колоса тоже есть развязка. Туннельные дороги. Во всех туннелях у нас работают насосы, насосная система. Скажите, пожалуйста, в туннеле, например, Колос, во время дождя сильно затапливало? Как откачивали? В настоящее время данный насос контролируется Абайским районом. Мы тоже вторую часть контролируем. Там сотрудники автоматически подключают насосную систему. Когда насосная система стабильно работает, никаких проблем не имеется. На этом участке, да? Понятно. А вообще много на вашем районе проблемных участков? И сколько было, сколько сейчас есть? Нет. Начало года у нас было проблемных точек 24. В настоящее время у нас контролируемых точек является 12 точек. Это у нас Кунаева, Туркстанская, это Таукихана, где Спартак. Также Ташьянова, Таукихана. У нас стратегическая развязка. Микрорайоны, вот Верхнем Утраре. Также Байтурсунова, где мост, который выезжает на Байтвикпи. Там тоже точка скопления имеется. Вот эти основные моменты мы контролируем. Некоторые ирригационные системы забивается мусором. Некоторые точки. Такие места контролируем. А так проблемных точек у нас нету. Курмендер, кубиси, казы интернет-туралы сурабаттыр, да? Жалпы ауданда, калая ситуация? Жалпы, басқа аудандарды айтпағанда, Альфарабия ауданда интернет-челесімен 100% қамтылған. Уздеріңіз білесістер, мына тұрындарының өт-үштеріне сәйкес, және да қала әкімнің бірлескен есептерінде, мынау Сәлем Мөлтегі ауданда интернет сапасының төмендеген шағымданған болатын. Бұл ғы жазайларында интернет-челесінің жүргіз үлсалдарынан, оптовалаконы сапалы интернет-челесінің жүргіз үлсалдарынан қазыртыңды, мынау Сәлем Мөлтегі ауданда біршама шешілді. Және, мынау, ескі аудандарда бізде Қазақ Телекомын интернеттері топқаватты үллерді. Ұл. Өйінлерге ауданда онда үллерді. Мөлтегі ауданда и үллерді. дорог, строить велосипедные, дорожки для велосипедов, при том, что машины стоят в пробках? Конечно, альтернатива всегда должна быть. Я лично за здоровый образ жизни. Велосипед, альтернатива к транспорту, например, лучше поехать на велосипеде, чем стоять на пробке, да? Я так считаю. Вы катаетесь на велосипеде? Да, у меня дома есть велосипед. Как часто? У меня свободное время есть. Я катаюсь на велосипеде, по своему району часто катаюсь. Заодно смотришь, проблемные точки, тротуары, ирригационную систему. Это очень полезно для руководства. Вот смотрите, вы ездите, да? Сколько было таких моментов, когда вы проехали на велосипеде, пешком, раз, вот здесь проблема. Вы звоните и решаете. Да, в основном смотришь. Осеннее время в основном смотришь очистку ирригационных систем. А в более теплое время смотришь очисткой мусора, обрезку высохших деревьев и вовремя скосили газоны. К чему мы сейчас и пришли? Очень много вопросов касательно мусора. Да, ситуация уже благоприятнее, чем была раньше, 2-3 месяца назад. В самое пиковое время, кстати, когда наш город красивый. Вот, и сейчас как ситуация? Да. Опять же, ЖД вокзал, жалобы, потом дворы. Да. Не скрою, в конце августа, в начале сентября по городу была проблема по вывозу твердобытовых отходов. С сентября месяца, в настоящее время данная проблема решена. Подрядчики добросовестно работают. Эту же работу сотрудники Акиматов контролируем вывоз мусоров. Часто тесно работаем с домкомами, где более суток не забирают мусор, сразу нам звонят, вносят предложения. Мы также тревожим подрядчиков, тем самым вовремя контролируем вывоз мусора. Теперь, если, например, наш дом, мы хотим нанять компанию, которая будет вывозить мусор, куда нам обратиться? К вам? У нас в Альфа-Любском районе имеется дежурный рабочий номер, номер телефона 390201. С 9 утра до 7 вечера там сидит дежурный человек, который отвечает на все вопросы. Так, давайте повторим номер. Какой номер? 39-02-01. 39-02-01. Попрошу наших техников, чтобы вывели номер на экран телевизора. 39-02-01. От 100-9-01. Да, пока выводят телефон на экран телевизора. Вопрос. Саламу алейкум. Менің сұрағым қаланың дәл ортасында тұрамыз. Интернет желісі мүлдем жоқ. 178-ніші орамда менің осы сұрағыма недеп жауап берер едіңіз, деді. Рахмет. 178-ніші орамда тұрам, деді. Бұл 178-ніші орам, оның нақты қай көше, қай орталық аумақты 178-ніші орам деген жоқ, мен соным түсін бейтірім. Біз бұл мәселен зерделейік. Бізде орталық аумақта интернет желісі системеді, интернет желісі өшіп қалып деген мәселе туындамаған. Бізде қазартан орталық аумақтың бәрін, Қазақ Телекум компаниясы арқылы жүзген кабельдік желі арқылы интернет желісіні алалады. Может он имеет віде телефон? Қазар қазарқаға, әріп түскі. 39 020 01. Итак, идем дальше. Вопрос. Здравствуйте, у меня вопрос. Нужно что-то решать с мопедами, особенно доставка еды. они ездят без прав и номеров, которые, как попало на дорогу, создают множество аварий. Да, ситуация на самом деле такая опасная. Вот. И это, наверное, скорее всего к полиции, да? Да. С мопедами часто люди жалуются, в некоторых местах есть проблемы, да. Они по тротуару тоже ездят, по велодорожкам тоже ездят, по магистральным трассам тоже ездят, да. Ну, у них ответственности как такого, как автотранспорт не имеют, но с департаментом полиции, наверное, будем решать этот вопрос, наверное. Да. Уважаемые телезрители, я еще раз напоминаю, у нас в гостях Рашид Манбаев, Аким Альфарабийского района. Если у вас есть вопросы, звоните, у нас времени не очень много, мы обязательно постараемся ответить на вопросы. После эфира пока записывайте телефон, если успеете, 39, попрошу вывести номер телефона, 39-02-01, номер вы видите на экране своих телевизоров, звоните, это приемная Альфарабийского района, от Истоус, 0ЕК, 0БР, звоните по этому номеру, там вам должны помочь, правильно? Да. Да. Вот круглосуточно. Наоборот, 39-02-01. Ну, правильно, да. Да. А пока можно я расскажу о правилах на работу с начала года? Альфарабийский район. 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 А у вас какой район? Ой, Саидов, Саидов, долго вас не было, скучно было. Абатский? А у нас сегодня, видите, в гостях... Ладно, озвучьте, пожалуйста, вашу проблему, я передам коллеге. Нет, Саидов, вы с моей Лене даете по полчаса разговаривать а Валентине Георгиевне почему-то отключаете. У нас с того три года нет отопления. До сих пор отопления нам не подключили. Валентин Георгиевна, я вас слушаю. Адрес подскажите, пожалуйста. Регулярно, в полном размере скажите, к кому обратиться и что делать. Спасибо. Абатский район, Мангельзина. Мангельзина, да. Дом какой? 35, по-моему. Я передам коллеге? Да, мы вам номер дадим. Да, вот, вопрос пришел. Возле рынка Дархан не проехать с коляской до химфарма. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь. Это не ваш район? Рынки Дархан. Возле рынка Дархан не проехать с коляской до химфарма. Это наш район, да. Имейте в виду тротуар? Тротуар, да. Возьмите на заметку. Да, я возьму на заметку, я пройдусь, посмотрю проблему. Так, следующий вопрос. Так, минуточку. И, наверное, хотелось бы, чтобы подняли. А, уважаемые телезрители, это касается мопедов. Мы на эту тему сюжета снимали много раз. Я обязательно передам ваше сообщение к нашим руководству, редакторам, чтобы они приняли решение. Они уже примут решение. Итак, идем дальше. Дальше. Айтамеринз. Дальше. 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 Рашид. Дальше. Ого. По-моему идеи, так, disruptions представления. Спасибо за просмотр! У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Слушаем вас. Валентин Георгиев, я вас слушаю. Подскажите адрес. Я вам сказала фамилию, что отопление 3 года не дают. До сих пор не дали ни пол, ни сколечко. Деньги приходят за отопление. Белыш, Белыш, Фалмуратов. Там приходили несколько раз Ахимы Абайского, проверяли батареи. Все. Меры они не приняли никакие. У вас отопления нет дома, да? Адрес, пожалуйста, скажи адрес. Можете, подождите. Секундочку, Валентин Георгиев, адрес скажите свой. Адрес скажите свой. У вас нет отопления? А может быть такое, что в городе, что в доме нет отопления? Нет, такого не может быть. Адрес скажите, пожалуйста, Валентина Георгиевна, без предисловий. Наверное, где-то стояк забито. За стояк должны отвечать они. Да, жители сами должны отвечать. До элеватора ответственные сотрудники Акимата. А с элеватора до квартиры должны жители сами контролировать. Скажите, пожалуйста, у нас телефонный звонок. Адрес. Мангелина 36, а, квартира 9. Я вам еще раз говорю. Три года приходили от... Мангелина 36, а, квартира 9. Составляли, инфректор составлял акты. Все, отопления не сделали, но деньги берут. Спасибо. Скажите, кому облачаться еще? Так уже обращаемся же. Итак, у нас есть много вопросов. Вы возьмете на заметку, да? Да, конечно. Я своим коллегам этот вопрос передаю. Коллегам передайте, да. Спрашивают, так, возле центрального парка не убирали мусор, сурн. Пожалуйста, решите проблему. Даже это не будет. Внутри парка? Не знаю. Как? Ну, посмотрят, да, ваши ребята. Да. И хотелось бы узнать, смотрите, один из таких вопросов проблемных, это электричество. Многие говорят, что там в разных частях, этих населенных пунктах. Проблема с электричеством. Часто отключают электричество. У нас центральный, Альфа-Ребрский район, как вы знаете, расположен в центральной части. У нас отключения редко бывают, жалобы редко поступают. Но в связи с обильными дождями на этой неделе, в некоторых местах были отключения, которые в течение часа устранили. 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 Здравствуйте. Хотел узнать, когда будет помощь инвалидам продуктовой корзины от Акимата, спрашивают. Надо понимать жителям, нуждающимся в Акиматах, продуктовые корзины для этой цели не предусматриваны. Мы берем как помощь у спонсоров продукты берем, продуктовую корзину берем и раздаем жителям. Мы в ближайшие праздники к Дню независимости планируем акцию. Более 100 коробок хотим раздать более нуждающими. Если есть такая нужда, можете прийти, оставить заявку. Есть телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Селемецис. Алло. Говорите. Саидов, будьте добры, будьте гости отмечены. Имеют ли они право брать в нас деньги, за отопление которого нет? Валентин Георгиевна, вы меня, наверное, слышите. Я этот вопрос передам своим коллегам. Если есть какие-то проблемы, на днях устраним. Если в доме не было отопления, надо было зафиксировать, заактировать. Если дома, конечно, не было отопления, вы не обязаны платить за это. Вопрос пришел. По поводу Кошхараты, вдоль Кошхараты, почему мусор не убирает, спрашивает. вдоль Кошхараты центральной части по Альфа-Рабийскому району ежесуточно подбор мусора производится. Ежесуточно? Да. Вопрос. Телефонный звонок. Слушаем вас. Говорите. Алло. Вы что говорите? Как это не было облачение? Я же вам сказал, отель, что Муратов составлялся ад. Исфекта все составлял от акций с тем вымы, а отопления отопления не было. Валентин Георгиевна, ваш район относится к Абайскому району. Я своим коллегам ваш проблемный вопрос передам, конечно. Уважаемые телезрители, я напоминаю, у нас в гостях Рашид Ванваев, уже Аким Альфа-Рабийского района. Если у вас есть вопросы касательно Альфа-Рабийского района, задавайте. Рашид обязательно ответит. Курматы курмендер, 21-44-50, телефон номер звонит. Рашид Мирза сурактары 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 сурактары. Слушаем вас, кака у вас информация? Сколько парков, скверов открыли? Казахстан. Мы телекурмендер, пайдаланно отыр, байтатын, мәрселем. Мы, мунау, Калай-кмам, Мурадусуенбекулын кулдау мен жақын-нарада осы филармония мехенен жайын алдында, яғни, мұнау, қазбек бейкөшесінің бойында демешілер есеевінен сквер соғылып, қалқын пайдаланымна берілді. Осы қоғанышты жағдай. Және де алдағы жылы, яғни, 2020-ші жылы Альфарабия ауданында жалпы төрт сквер соғы жоспырлау отырмыз. Жәлі орта дамыту басқармасы бар, сонымен бірлесіп, орындар зерделеніп, тұрғындарының өтіншітеріне сәкес, үшке соғы жұмыстары келесі жылы жүзілетін болады. Музыкальный парк кой, Да, да. Оған ұжа әтперділді межінпрочем үзнароды музыкальный парк, деп? Да, керемет, сонда сайбақ пайда болды, мұна демешілердің есебінен, қалакының қолдауы мен. Және жалпы жаңа айты өттім, Абаттан дұру жұмыстарын, және де, мұна Альфарабияуданда бейл 30 көшеге асфальт салы жұмыстар жүргілді, толықтар аяқталып, пайдалануға берілді. Және де, алдағы ек жылдың ішінде, мұна Альфарабияуданда асфальтта жұмыстарын жұмыстарын адрының қаламыз. Тұрғындарда, телекөрермендерді, кей көшелерді екен асфалт үшпемін бұл, айқымдық қайдағыра отыр, неге білмейді, ойламанғызыр, барлығын біліп, есепке алып, жоспарға еңізіп отырмыз. Вопрос пұрышыл. Спрашивают, возле рынка Көмешбұлақ, пачымы не наводит порядок, Люди выходят на проезжую часть. Мы делаем только на автотураке. Это проблема, когда мы говорим о автотураке. Мы должны быть в этом месте. У нас не хватает автостоянок. Планируется ли? Я отвечу на этот вопрос. У нас есть телефон. Продолжение следует... 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 Итак, наша с вами любимая тема и представляете, этот вопрос пришел на наш ватсап. Здравствуйте, когда на ЖД вокзале будет порядок? Таксисты с автобусами вместе с автобусом выходить небезопасно, в здании нет банкомата, Халка, Каспия, повторюсь, таксисты очень агрессивно паркуются. Примите, пожалуйста, меры. Продолжение следует... Часто незаконные... Уже в частном доверительном управлении? Сам вокзал, да. Сам вокзал, да, его обратно передают, уже передали в КТЖ. Все равно часть как бы самого местоположения находится в альфа-ривидском районе. Мы должны этот вопрос постоянно контролировать, рейди проводить. Частота сама по себе наша обязанность. Скажите, пожалуйста, что будет над цитаделью? Вы видели, что там происходит? Там же все падает. Возле цитадели у нас идет глобальная застройка. Это строится магистральная улица Кунаева. Вообще запланировано открытие магистральной улицы Кунаева в этой части в конце следующего года. Старый город, что будет, чего ждать? Будут ли сносить? Согласно геймплану, в целом в старом городе планируется проведение масштабных работ. Это как... Возле цитадели будет в целом такая концепция туристическая. Разные ловки. Забирать будут? Да. В смысле, землю будут изымать? В генеральном плане так запланировано. Хашан был. Какой год, какое время, еще заранее говорить. Еще рано говорить, да? Ага, понятно. Спасибо вам большое. И еще несколько вопросов у нас есть, которые идут. Итак, скажите опять старый город. Будут ли дома сносить? Примерно когда? Вы уже ответили, да? Такого по дате, по годам такого плана нет. Разные варианты, разные предложения сейчас обсуждаются, рассматриваются. Конечно же требуется инвестор, чтобы... Что делать? Ну да, это произвести за счет выкуп и также застроить по геймплану. Все, понял. У нас есть телефонный звонок. Последний день. Слушаем вас. А вы? Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Я говорю вот как раз по проблеме улицы Олимбетова. Какая улица? Олимбетова. Нет, не Олимбетова. По Энгельсу было это... Как? По Энгельсу улица. Энгельсу и... Альфа-Рабейский район. Тоже район под снос. Об этом уже говорят пять лет или сколько. Когда этот вопрос будет решаться? По Энгельсу район под снос. Улица под снос. Нет, понятно. Вопрос есть у нас? Ответ? Нет, вопрос. Нет, нет. Нет, все. Спасибо вам. Слушайте. Жалпы на колобонче. В целом по городу проводится программа реновации. Ветки жилья, старые дома, старая часть города планируется обновление. Соответственно, старые ветки дома, вот двухэтажные, хрущевские дома, мы разносторонне разыскиваем инвесторов, им предлагаем, с жителями проводим совещания, встречи. То есть инвестор построит современное многоэтажное жилье. На замен вашему жилье предлагается выкупить или квадратуре замена. Так, что вы получаете. То есть инвестор, что вы получаете. То есть инвестор, что вы получаете. Спасибо за просмотр! 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 Мы желаем вам всего хорошего! Встретимся завтра!